приветствую вас знаете клиентам которым я отвечаю на вопросы таким образом это не нравится но тем не менее я думаю что необходимо задать вам этот вопрос вопрос вы какой помощи хотите от психологов вы написали текст вы написали проблему но не написали вопрос вот а моя коллега вам ответить ну в принципе в принципе ответила она очень хорошо тут не то чтобы добавить ничего просто если говорить по факту по факту вот это она идеально все как надо все по делу по существу это действительно вот проблематика у вас вот такая ну такого типа проблематика есть но основная проблема по-прежнему в том что вы не задаете вопрос вы не задаете вопроса о своей проблеме и при этом как бы хотите получить помощь хотите получить помощь то есть сперва нужно вам формулировать все таки свой запрос это первое да это первое второе вы пишете что то что он ваши отношения с недавних пор пошли на спад а с каких пор пошли на спад отношения что именно там там у вас вот случилось что отношения что отношения хуже что произошло что произошло между вами и вообще происходило ли что то понимаете вот первая причина причина важна отношения испортились понятно но кризис он бывает у всех и у вас вот тоже кризис наступит ну и и что в этом нет ничего страшного нет ничего аномального понимаете такое впечатление такое впечатление у меня возникло что вы как бы как бы как бы знаете потеряли можно сказать друг друга потеряли себя перестали слышать друг друга перестали слышать себя вот 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 на мой взгляд на мой взгляд это конечно такая довольно серьезная проблема но у нее есть причина в этой проблеме которую если вы хотите можно выяснить и подкорректировать ваше поведение в смысле еще раз просто так ничего не бывает если мужчина раньше хотел заработать да а что был стимул сейчас он не хочет зарабатывать значит стимула у него нет почему у него нет стимула большой вопрос и вопрос этот к вам тогда получилось что раньше мужчина хотел зарабатывать теперь не хочет ну вы же понимаете я надеюсь что это не могло произойти просто просто так само по себе вы были у этого какие-то основания что-то мужчине там либо не понравилось либо обидело либо что-то еще вы этого не заметили ну вот и соответственно возникла небоговоренность обида это недопонимание между вам ну и все и значит здесь проблема но вы понимаете я надеюсь что в принципе все можно разрешить было бы желание да дальше значит так вот вы говорите на мои какие-либо претензии объявляют меня неадекватной и истерической а почему у вас вообще какие-то претензии возникли к человеку ну раньше же наверное претензий не было поправьте меня если я ошибаюсь раньше же не было претензий теперь они появились так только ли в нем проблема в вашем вот парни у вас проблемы у вас претензии появились у вас появилась какая-то ну если угодно да неудовлетворенность и с чем это неудовлетворенность может быть связано давайте подумаем почему почему эта неудовлетворенность проявила себя что за ней стоит что за ней скрывается что она что она означает неудовлетворенность это неудовлетворенность это неудовлетворенность почему претензии появились к мужчине у вас то есть нет такого ограничения что вот есть я да у меня как бы свои желания какие-то есть и у тебя есть точка какие-то свои желания я тебя принимаю либо принимаю либо нет таким какой ты вот понимаете то есть нужно обязательно постараться определить из-за чего претензии появились у вас что они значит что их обусловило а дальше уже будет немножечко может быть более понятно с чем мы имеем дело дальше значит хотя я всегда спокойно пытаюсь объяснить с чем связаны мои нигде не видовали ну вы понимаете негодование сами по себе не совсем нормальным в здоровых отношениях люди еще раз повторю либо либо принимают себя и других такими как они есть партнеры либо не негодуют по поводу того что там ну что-то пошло не так что-то там человек сделал не то что вы от него считали и так далее вот поэтому негодование нужно не объяснять другом человеку а негодование нужно в первую очередь вас самой пытаться как бы идентифицировать вот вот и уже после смотрите связано ли оно с тем что молодой человек делает ваш ну ваш мужчина или нет причиняет ваш мужчина вам вред или нет знает ли он что этот вред причиняет хочет ли он продолжать его причинять зная зная что он он это делает или нет понимаете далее смеется над ними затыкает мне рот и все в этом роде то естественно еще больше выводит меня из себя ну а у молодого человека есть такое ощущение что молодой человек защищается вот есть ощущение что у него защитная реакция происходит смех затыкание лампуха рта и так далее это вот ощущение что это защитная реакция если так то вы на него давите получается ну каким то образом вы на него оказываете давление либо вы вводите его в состояние дискомфорта личного и он так вот дает защитить ну вот вообще очень похоже что вы требуете от своего мужчины да того что он вам дать не может в принципе ему тяжело отознавать что что он не способен удовлетворить ваши потребности и он поэтому так себя ведет не может опять же опять же тут нужно понимать тут нужно понимать тут нужно понимать что если вы требуете от человека от человека какого то действия если вы требуете от человека чего то вот нужно понимать нужно понимать а есть ли у него возможность дать вам это ну прежде чем требовать вот понимать 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 какая какая штука вот то есть обязательно нужно разобраться именно с этим с причинами природы ваших претензий далее значит я уже устал опоставить блок я могу представить что вы устали от склок постоянно но вопрос в том что вы делаете для того чтобы вы их не было как вы грубо говоря грубо говоря реанимируете отношения ну вот твои да твои отношения как вы как вы реанимируете их вот ну нужно ли это понять нужно ли в этом отдавать себя все да да нужно конечно ну по-другому здесь не получится вот вам нужно выбрать во-первых единую стратегию поведения во-вторых понять чего же вы хотите все таки третье взять на себя ответственность за то что вы хотите вот это хотите вы вот это хотите вы это не то чего хочет мужчина например ваш и когда вы говорите о том что он вот не делает того что я от него хочу да вопрос так а зачем как бы должен ли какой какой мотив у него какая мотивация к этому мужчина он ничего не будет делать без мотивации на самом деле так это тоже старайтесь не забывать все таки дальше пытались реанимировать отношения как вы понимаете что опять их отношения строят двое не не ну как бы не один человек да двое если вы пытались отношения реанимировать как вы говорите то это ваше ответ что вы это делаете вы это делаете для себя опять же не для мужчины вы сперва определите сами вот какая вы женщина да то есть я имею ввиду я имею ввиду что посмотрите посмотрите какая вы женщина посмотрите на свое поведение да где вы где и как вы чувствуете себя ну комфортно да вот в каком какой эм эм в каком положении вы чувствуете себя комфортно и например то есть может быть ваша инициативность вашего же мужчину да еще больше вводит эмм ну ну вводит в это состояние негативно негативно по отношению к вам понимаете какая штука вот поэтому здесь эмм тоже все довольно довольно неоднозначно понятно да я надеюсь скажем дальше значит все безыспешно сейчас даже мне все время проводить как-то нет желания стало скучно и даже отчетки неприятно а почему неприятно из-за чего люди беспокоят раненцы в амбициях ему хорошо сидеть на убогой работе зачем обесценивать его работу непонятно получать копейки но у каждого свое значение кто-то нет почему вы считаете что у мужчины должны быть те же амбиции что и у вас понимаете ли вы что в таком случае вы соперничали бы постоянно это не есть хорошо для вас для вас это не есть хорошо нужно отдавать себе в этом отсчет то разница в амбициях это нормально как бы разница в амбициях это не то чтобы даже нормально это хорошо нам это вы не могли бы со существовать если бы у вас как бы ну амбиции амбиции были одинаковые тяжело было другое дело зачем вам амбиции мужчины у вас есть свои амбиции и пользуйтесь ими это первое второе если как бы ну вы считаете да что у мужчины должны они быть то момент такой а где вы были раньше так да то есть ну у него же наверное всегда такие масштабы амбиции были или нет то есть вот тут вот тоже как-то непонятно или вы только сейчас забеспокоились что у него амбиции другие дальше значит я хватаюсь за каждого из возможностей иду вперед а зачем для чего вы это делаете для себя ли вы это делаете или для других людей ну например для родителей для мужа для мужчины вот для общества чтобы я не знаю там может быть доказать доказать ему этому обществу что вы там такая 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 и так далее для чего вы все время вперед движетесь для чего вы охватаетесь за каждую с полом как вы говорите какая вот цель если вы делаете это для себя прекрасно но тогда вам как бы и не должен никто то есть вы делаете это для себя вы делаете это потому что вы этого хотите и все все довольны вот если это не так если это не так если это не так то простите но тогда у меня вопрос а для чего зачем да логично на мой взгляд я хочу быть уверенным в своем будущем ну а тут вам коллега моя сказала правильную вещь что вы не чувствуете себя в безопасности тут она права и это базовая базовая потребность в ну в ней вот безопасности базовая потребность она удовлетворяется вами за счет мужчин ну то есть вы пытаетесь удовлетворять ее за счет мужчин при этом по-видимому не отдавая себе отсчета в том что это ваше ну скажем так недосказочное чувство что вы безопасны это ваше чувство понимаете и тонкость вся в том чтобы увидеть что именно вы можете сделать для того чтобы быть безопасным для этого объективно но все определенные правила для правил очень понятное дело нужны границы вот вот и если у вас амм границ нет если свои собственные границы вы не не расстроили а а человека пытаетесь под это подогнать то вот вам и неприятность возникает в отношении это нельзя вступать если вы не чувствуете себя в безопасности знаете какая штука ребят сперва сперва только самостоятельно обеспечиваете себя всем необходимым а после этого уже вступаете в отношения не иначе никак иначе никак по другому понимаете вот поэтому то что вы хотите быть уверены а в своем будущем да то что вы хотите быть уверен уверены в том что ну у вас а все будет хорошо в жизни в жизни а вот это задача именно ваш а а другой вопрос да другой вопрос да другой вопрос почему у вас нет этого ощущения то есть вы думаете что работа и деньги дадут вам что-то безопасности нет это в первую очередь гармония целостность единства скажем так единство ну если можно выразиться так да единство всех частей составных вашей личности то есть вот чего вам хочется что вам нужно да вот вместе с тем чего вы там например должны грубо говоря вот то есть что вы считаете должны должны для себя опять таки понимаете ну а иначе иначе все что вы будете делать да не приведет ни к чему вам только будет вам будет только вам необходимо будет будет снова и снова ну реализовывать какие-то идеи для того чтобы чувствовать себя безопасно люди они ведь как бы ну по-своему во-первых во-первых это видят видят как бы по-своему указывая есть значит свои ресурсы для того чтобы дать вам это ощущение безопасности вот мужчина например для него сидеть на одной и той же работе это и есть подрыв безопасности на глаз это не удовлетворяет почему потому что вы чего-то боитесь вот а страх это рационализация то есть грубо говоря страх для нужен нам для того чтобы что-то не делать то есть через страх мы обравдываем сами сами себе тоже что мы что-то не делаем все ну и все то есть очень мощная и сильная у у вас идет несоответствие того что вы хотите да и того что смотрит вам например мужчина да ваш вот понимаете вот в том и вся штука как раз и момент на самом деле довольно простой понимаете либо вы принимаете то что человек вам вот может дать то что у него есть либо нет либо вы способны это принять либо нет вот и все по большому счету именно так обстоят дела никак иначе вот дальше так раньше таких проблем не было человек старался заработать ну это вопрос опять же про мотивацию могу сказать сказать что и мои чувства не те что были раньше но уходить боюсь а вот чего боитесь боюсь поступить неправильно а как вы можете неправильно поступить если проблемы уже начались если чувства уже не те эмоции как бы ну тоже не те да вот соответственно что что как вы можете купить неправильно знаете такая штука вот а я думаю я думаю я думаю что всему проблема ваш страх опять же что вы боитесь остаться одна например или вы боитесь той же небезопасности для себя ну вот вы говорите в результате не найти в будущем человека который бы относился ко мне так как мой парень относился раньше к вам зачем вам так мой парень относился к вам что получается что вы в отношениях с мужчиной только потому что вам что-то дает то то как он относится к вам ну знаете то есть вы зависимы от него получается на эмоциональном уровне вы зависимы от него вы нуждаетесь например потребностная сфера у вас эээ как бы ну приближенно очень сильно к нему а в здоровых отношениях таков 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 эээ такого нет здоровых отношениях это ну это исключено мать то есть то есть сперва вам нужно самостоятельно обвести гармонию внутри себя да чувствовать себя в безопасности не требовать ничего от других людей вот принимать то что они могут вам дать эээ спокойно салют определить для себя какая вы женщина определить для себя какой вам нужен мужчина исходя вот из того да эээ эээ какая вы женщина и вот даже ориентируясь на эти все вещи двигаться дальше вот но потребность безопасности это личные границы очевидно очевидно совершенно очевидно что эээ эээ человека да вы эээ как бы ну пропустили слишком близко ээээ эээ к своим к своим границам эээ как бы вот а делать этого не надо то есть границы ваши ээээ эээ лучше не нарушать не нарушать а вы их нарушаете ради чего ради вот как раз ээээ 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 если у вас неблагополучная семья соответственно и tercer конси ээээ ээээ вот так вот так я надеюсь можно ответить на ваш вопрос надеюсь помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад вам помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи